Ладно, давай. Привет, Олен, привет, бывший пограничник. Слушай, я тебе одну вещь хочу показать. Смотри, видишь? И вы туда же. Прекращайте эту поножовщину. Что это такое? Это если бандит придет, если бандит придет за картинами моими, как это бывало раньше, помнишь, в 90-х годах какие-то всякие там появлялись, там нехорошие люди, там и так далее. А это мне Наташа, наш белорусский партизан, привезла в подарок зажигалку. Да у партизанов вот так все время вот такая история. Посмотри, прямо. А не на шоку все время, молодцы. А если сюда нажать? Зажигалка, ну здорово, да. Зажигалка. И вес прямо такой удивительный. Ну да. Ну наша Наташа, белорусский партизан, писатель. Ну привет, передавайте. Долго мы их ждали. Передавайте. Она книгу закончила, кстати говоря. Да. И мы же уже давно ее отправили нашей Нелле Зариповой элитагенту. Неля будет скоро в Москве. Придет к нам в гости. И мы опять всем поприветствуем, помашем рукой. Как твои дела? Слушай, покажи картину, как я тебя просил. Покажи, вот у тебя сзади какая-то картина. А, да. Ну у меня, по-моему, я не показываю. Покажи еще раз здесь. Смотри, сейчас же осень и здесь осень. Видите, дерево красное такое. Здесь такие тучки, там просвет. А вот мельница жизни. Колесо сансары. Да, да, да. Здесь так крутится, жизнь идет. А мы молодеем, потому что в ключе. А кто не в ключе, тот стареет. Правильно ты говоришь. Вот я буду участвовать на конференции ТРИС, на российской конференции. И там на круглом столе 15 числа. Там, значит, социальные стрессы и метод ключ. Мы же это потом сможем посмотреть. Ссылка будет же у вас, да, Хасай? Это будет в записях. Мне пришлют ссылки. Я для всех дам эти ссылки. И все посмотрят, как проходила конференция. Очень интересно, здорово. Люди-то необычные. Да. Особенно вы. Я на конференции буду говорить о том, что метод ключ основан на работе с нулем, идеальным состоянием, где нет страхов, стрессов, шаблонов мышления, подражания авторитетом. И через этот ноль трансформируется энергия напряжения стресса. Трансформируется, выходя из пика напряжения на безмятежность. И через эту безмятежность можно ее направлять на решение волнующих вопросов. Например, изобретать или решать другие вопросы. Вот таким образом, работая с нулем, а участники нашей школы «Человек будущего» обучаются работать с нулем либо для восстановления, либо для решения волнующих вопросов, любых, от бытовых до изобретательских. Чтобы переводить энергию всяких бед и трагедий на создание шедевров. В энергию созидания. Да, на созидание. Правильно. Василий Магомедович, а у меня просьба. А, пожалуйста, после нашей записи выставите мой сайт внизу у вас. Выставите, я вас очень прошу. Конечно, конечно. Прикрепленным комментом мы сделаем. Давай, Лен, рисуй, рисуй, рисуй. Радуй нас всех. Я помню, когда у меня в Махачкале выставка была. И там мне один выдающийся художник сказал, не знаю, то ли пожатием руки, то ли просто словом спасибо поблагодарить за то, что эти картины будут вечно радовать всех нас. Да, мой друг в Махачкале. Имя пока не скажу. Потом назову. Для интриги. Для интриги, конечно. Будем ждать, кто же это был. Будем ждать. Ну, скажу, скажу. Может, в контенте напишу тоже. Ну, ладно. Ну, подумаю, как сказать. Ну, ты понял, что у нас очень много чего показать? Например, у меня картина такая старая была. О, да. Я помню ее, конечно. Да. Классная такая. Это как она называется у вас? Я бы ее назвал. К сожалению, только фото осталось. Кому-то подарил 20 лет назад. Ну, правильно. 20 лет назад мы всем свои картины дарили. И 10 лет тоже назад всем свои картины дарили. Дарил, дарил. Кокетка. Кокетка. Вот что-нибудь было. Нет, это не та. Это не та, не та. Кокетку я подарил вице-меру Москвы Швейцовой тогда. Да. Ей очень понравилось. Кокетка хорошая картина была. Не, ну, а пусть это будет кокетка номер 2. Она подходит под кокетку? Кокетка номер 2 может. Ну, вторая. Просто кокетка. Тоже просто кокетка. Ну, хорошо, Лен. Давай. Рисую картины. Занимайся своей психологией. Сайт твой мы поставим там, чтобы кто не видел, посмотрели. Та связи. После кокетки... У меня еще будет такая прическа потрясающая. Мне подстригут, и я буду... А-а-а! Ну да! Я буду молодой совсем. Ты меня не узнаешь. И никто не узнает. Потому что эта мельница, колесо Сансары, крутится. Я точно знаю, что скоро будет всем легче. Да. Всем легче. Я однажды такой прогноз сделал там. Говорил об этом, что будет изменения. Но я тогда полностью не сказал, какие. Да, вот сейчас будут именно... Теперь будут хорошие. Хорошие, да. Хорошие. Ладно, давай. До встречи. Всем привет. Давай, обнимаем. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.